Девочки, я приветствую вас на мастер-классе по вязанию кардигана с калькулятором и в этом уроке я вам покажу как закрыть плечевые швы. Напоминаю, что в уроках я показываю этапы вязания изделия, все тонкости и сложные моменты, а расчет вам сделает калькулятор. Всего несколько кликов и все вопросы о том, сколько петель набирать отпадут сами собой. Ссылка на калькулятор в описании под этим видео. Имейте ввиду, что калькулятор умеет делать расчет на любой размер и под любую пряжу. То есть вы можете связать точно такое же изделие, как у меня, а можете поиграть с калькулятором, создать свои параметры и связать кардиган, о котором давно мечтали. Вот в данный момент нужно оценить ситуацию, где у нас оставлены какие хвостики и с какой стороны нам лучше закрывать петли. То есть смотрите, это у меня полочки, тут у меня спинка, все петли спинки пока у меня на спицах. Да, вот они маркеры, то есть вот плечевые скосы, это линия горловины. Пока тоже все у нас на спицах, все петли открыты. здесь на спинке с одной стороны у меня оставлен хвостик для того, чтобы, если вдруг будет необходимость, закрыть здесь плечевой скос. Так, дальше, теперь смотрим, что у нас на полочках. Здесь хвостик точно так же, если что, чтобы закрыть, он у нас с этой стороны. и тут мы закончили. Здесь у меня пока рабочая нить, которая не оторвана. То есть я принимаю решение сейчас сделать плечевой шов рабочей нитью снизу вверх, то есть по плечу к линии горловины. Сшивать плечевой шов я буду крючком и шов у меня будет вот такой наружный. Вы можете посмотреть, как делаю это я. Если вам такой шов не нравится, используйте тот способ, который вы знаете, которым умеете пользоваться. Единственное, что хочу сказать, вот в таком вязании, то есть вот где плечевые швы, у нас петли большие, все это смотрите вот такое вот, так сказать, нестабильное, все очень хорошо тянется. Я бы не советовала вам делать плечевой шов петля в петлю. То есть тот шов, где иголочкой мы проходим сквозь вот эти петельки и шва совершенно не видно, как будто это единое цельное полотно. Почему не советую? Потому что у вас вот это место на плече будет вот так вот растягиваться и будет это выглядеть не очень красиво. то есть я рекомендую здесь шов плечевой все-таки стабилизировать. Тот шов, который я покажу вам, он сделает плечо стабильным. Дальше я этой же рабочей нитью закрою петли горловины. Почему я их закрою? Потому что точно так же здесь нужна стабильность. если очень было бы красиво и аккуратно, если бы мы набрали вот здесь вот когда, ну то есть когда мы будем набирать петли, поднимать вот здесь вот петли для планки и вот эти петельки просто уже провязать резинкой, начать вязать планку. было бы очень красиво, но точно так же вот это место может у нас растягиваться, уложиться не так как нам хотелось бы, поэтому все-таки я вот эти петли аккуратненько не стягивая полотно закрою обыкновенным классическим методом. И потом уже когда я буду петли поднимать здесь, я подниму такое же количество петель, которые у меня сейчас вот здесь вот закроется, да. И уже в последнюю очередь, я посмотрю, вот этой ниточки мне должно хватить, я точно так же закрою плечевой шов снизу вверх в сторону горловины, это уже будет в последнюю очередь. Итак, у нас с вами линия плеча спинки, линия плеча полочки. Складываем вот так вот изнаночными сторонами друг к другу. Вот у нас две спицы, которыми мы будем работать, а это у нас рабочая нить, ничего не перепутайте. Так, теперь я крючком захожу в петлю, которая на первой спице, затем на второй, так вот с крючком заходим отсюда, от спицы, да, снаружи, и с этой стороны точно так же, снаружи спицы. Все, две петли у нас на крючок попали. Теперь я захватываю рабочую нить и протягиваю через обе петли. И так, тут что-то у меня попалось, по-моему, лишнее. Все. Вот эту вот петлю надо вытянуть настолько, насколько вот примерно ширина петли у вас, да, чтобы у нас и не расхлябано было, но и в то же время не стянуло ничего полотно. В этот момент эти петли мы снимаем со спицы. Сейчас, пока у меня тут все, сейчас начнется шов и будет все полегче. В самом начале тут немножко непонятненько, тем более у меня тут распустилась ниточка, тут не закреплено ничего, да, все, дальше будет все хорошо, смотрите. Все, ниточка у нас, как всегда, на пальце между спицами. Здесь подхватили петлю, но, в принципе, можно сразу снимать, посмотрите, как вам будет удобнее. И со второй спицы точно так же подхватили петлю. Теперь провязываем эти обе петли, наверное, это будет сложнее, чем если бы они были на спице. В общем, пробуйте, может, у вас не будет этих пайеток, и поэтому вам будет удобно так. То есть, снова вернули все. Давайте попробуем теперь не снимать. Подхватила одну петлю, подхватила вторую петлю. Да, наверное, так проще. То есть, мы протягиваем петлю и потом их снимаем, да. Протянули в дальнюю петлю, получается, протянули в переднюю и протянули в ту петлю, которая у нас была на крючке. То есть, через три петли нам надо проходить каждый раз. Снова сюда зашли, так, ниточку в серединку, туда зашли, да, подхватили нить и протянули. Все, сняли. Дальше снова мы сюда заходим, туда заходим, протягиваем ниточку. Так, давайте глянем, что у нас получается. Ну, вот, вот такой шовчик. В принципе, и не стянул, и не расхлябанный. Все хорошо получается. Немножко муторно вот с этими петлями, где их, куда снять, не забыть ниточку вернуть в серединку, с какой стороны подцепить. Ну, ничего страшного. Все это у нас достаточно гладко проходит. Все, снимаю вот эти вот петли. Возвращаю ниточку в серединку между спицами. Так. Вот, наверное, можно было даже крючок мне побольше взять. Все, вот такой вот шовчик получился. Все хорошо, все идеально. Все, продолжаю закрывать дальше до маркера. Так, смотрите, плечевой шов готов. Я перехожу к закрытию петель горловины. Здесь я снимаю маркер. С крючка снимаю петлю и надеваю ее на спицу. То есть, закрывать я буду спицами 8 миллиметров для того, чтобы постараться ничего не стянуть. Это у меня дополнительные спицы, на которых просто висят петли. Я, когда закончила вязать спинку, перенесла все вязание, все петельки на вот такие тоненькие спицы. И так как их толщина мне сейчас не помешает сделать закрытие, потому что все петельки будут формироваться на правой спице. Потому что высота петли, как всегда, формируется на правой спице. То есть, и здесь нам хватит одной правой спицы для того, чтобы сделать это закрытие. Так, ай, ай, ай. Видите, когда много ниточек. Так, снова изнаночную провязали, перекинули. Изнаночную провязали, перекинули. Все таким образом я сейчас закрою все петли и покажу вам, что у меня получилось. То есть, я здесь сделал обыкновенное классическое закрытие петель для того, чтобы стабилизировать вот этот вот шовчик. И набирать мы уже будем за каждую петельку. Смотрите, я дошла до середины горловины. У меня тут стоял маркер. Он, в принципе, нам не нужен был особо для работы. Но вот как-то я тут его поставила, он у меня стоит. И вот я сейчас подумала, наверное, я его не буду убирать. То есть, сейчас я сделаю, его, так скажем, перенесу на вот эту вот петельку, ой, закрылся, на вот эту петельку для того, чтобы потом, если вдруг понадобится, да, а скорее всего понадобится посчитать, чтобы петельки было намного проще, когда у нас есть уже центр, да, то есть от центра ориентироваться, чтобы в две стороны у нас было одинаковое количество петелек. Пусть он тут пока постоит. Но не понадобится, не понадобится, уберем, да и все. Я думаю, что тут не надо ничего выдумывать, никаких закрытий иглой или еще как-то. Этот шовчик у нас будет внутри, на изнаночной стороне. То есть, ничего тут выдумывать не надо. Закрываем обыкновенным, классическим способом. Так, мне остались последние две петельки. Закрываем. И последнее. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Да, кстати, наверное, я ее, так, маркер сняла. И вот с этой еще закрою для того, чтобы количество петель у нас тут было то, которое нам необходимо. Так, смотрим. Смотрим. Вот у нас, в принципе, полотно выглядит ровно, хорошо. Оно стабильно дальше не тянется, да. То есть, полотно-то само вот как тянется, а этот шовчик не дают. Но и нигде ничего не стянуто. Все красиво. Дальше мы будем набирать вот за эти петельки. У нас будет здесь все аккуратно. Шовчик у нас останется внутри изделия. Все. Теперь точно так же, таким же швом, я делаю закрытие второй стороны, спицы перетягиваю на эту сторону. В принципе, можно было бы закрыть вот этой рабочей ниточкой. Вот она у нас, рабочая нить. Я еще не отрываю, но мне придется ее сейчас обрезать. Почему? Потому что шовчик у нас пойдет здесь, если мы начнем сверху вниз закрывать, в другую сторону петли будут. А нам надо, чтобы все было симметрично. Поэтому спицы перетянули на эту сторону, разворачиваем спинкой к себе и делаем закрытие вот этим вот хвостиком. То есть у меня тут должно хватить ниточки. Я надеюсь, что все хорошо и нитки хватит. Петель у меня немного. Все делаю. Закрытие. Но вы уже видели, как это делается, поэтому повторяться я сейчас не буду. Этот урок подошел к концу, а в следующем мы с вами наберем петли для планки и свяжем ее. Все уроки для вашего удобства я собрала в телеграм-канале. Ссылочку оставлю под этим видео. Переходите, вступайте. И когда вы в очередной раз захотите связать себе новый кардиган, вы откроете этот канал и все уроки будут ждать вас там. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!